Можно расставить цифры по периметру фигуры. Посчитаем, что точек 18 точек. Значит, надо расставить в два раза по 9 цифр. Отлично. От 1 до 9, и потом еще раз от 1 до 9. Мы не можем делать разрез цифры 1, потому что она стоит на нолоне. Значит, ее надо зачеркнуть. Не надо зачеркнуть, просто сотрите его. Вам проще тряпкой стереть. Так, все, единица нет. Дальше. С цифры 4 тоже нельзя делать разрез. С цифры 6. 9. У нас остальных цифр, мы можем делать разрез. Нет, вы забыли про семерку. Да, и семерки нельзя. И семерки нельзя. И семерка. Начнем с цифры. Вы зачертули шестерку и опять установили ее. Шестерку. Начнем с цифры 2. Делаем разрез. Здесь и здесь. Поставляем минусы. И плюсы. Считаем то, что здесь 7 плюсов, а здесь 7 минусов. Значит, надо каждое добавить по одной клеточке. Астоматически, да. Плюсики. Осколки фигуры не одинаковые. Этот вариант не подходит. Все, двойку убираем. Берем цифру 3. Делаем разрез в этом месте. И здесь. Представляем плюсы и минусы. Мы можем подводить разрез, поскольку с двух сторон находится минус и плюс. Здесь 7 плюсов, а здесь 7 минусов. Каждая часть надо добавить по одной клеточке. Опять вариант вот такой вот. Он не подходит. Ну, он непонятно почему. А, он подходит как раз. А здесь что? Поворот или перенос? Здесь тоже еще симметрия. Относительно какой прямой? Относительно... Вот с того угла до стройки. Ну, покажите. Прямой написать. Какой? От сюда до сюда вот. По диагоналям клеток. Да. Ответ не верен. Мне кажется. Это еще хуже. Ну, что да, давайте разберемся. Что надо сделать с фигурой, чтобы минусы перешли бы в плюс? Как на другую сторону перевернуть. Перевернуть и... Где прямая? Относительно которой? Посередина клеток. Ну, не посередина клеток. А, посередина клеток. Коль, покажи. Ну, мне кажется, прямая будет. Ты уверен? Смотри. Это неправильно, конечно. Потому что у тебя все плюсики при симметрии с одной стороны, и они перейдут на другую сторону. Поэтому проведенная прямая точно неправильная. По этим точкам. Ребята, посмотрите внимательно. Нарисована неправильная прямая. Да. Надо ее сдвинуть вверх. Молодец, сдвинь. Вот, то есть, вот здесь, где-то. Да. Так, и проведи прямую. Все понимают, да, это середина отрезков. Так. Теперь уже давайте поймем, насколько надо сдвигать. То есть, у скользящей симметрии, ведь, кроме прямой, есть еще вектор сдвига. Если выдают центр клетки... Да. Какой эффект? Ну, давай последим. Смотрите. Куда он переходит? Возьмем вот эту точку. Да. Когда при симметрии... Да. Здесь, конечно, получается, она перейдет в эту точку. Неверно. Да. Можно взять точку, даже не так далеко от прямой. Можно взять... Можно взять точку, которая помечена, например, цифрой 3. Да. Вот это уголочек клетки, которая с плюсиком. Куда она переходит при симметрии? Тогда она переходит в эту точку. В центр клетки? В центр. А на самом деле куда она должна попасть? Она должна прийти сюда, то есть, надо еще сдвигать... Вот. Покажи стрелочку. Сдвиг на половину диагонали. Половину диагонали. Ну, вот теперь надо, чтобы все проследили за этим и поняли бы, что действительно так получается. То есть, когда вы сдвигаете на половину диагонали и делаете осевую симметрию, то фигура из плюсиков переходит в фигуру из мютиков. Хорошо? Да. Хорошо. 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 Продолжение следует...